Наши? Наши? Так, 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 как же мне убрать-то? Так, минуточку. А, всё-всё, поняла, щас, щас. Так. Как же мне уйти от видео-то. Ммм. Сейчас, минутку. Ага, всё, документы. Так. Документы. Объезжаю. Да, да. Так, я прошу прощения, тут немножко забыла, как документы. Включить. Здравствуйте всем. Большое спасибо, что вы нашли время и пришли ко мне на вебинар. Вот это видео я включила. Это никакая не реклама. Это сделала видео, конечно, я уже давно его сделала. Это то, что какие мы пришли в начале в интернет, да, боялись всего. Страши у нас были. Страшно нам было. И какие мы вот меняемся, какие мы становимся сейчас. Сегодня я хочу, значит, провести с вами вебинар на такую тему. Разведем свой бренд на YouTube-канале. Ну, вы все меня знаете. Зовут меня Людмила Стопина. И вот сегодня с вами мы проведем такой вебинар. Что такое бренд? Поставьте, пожалуйста, плюсики, кто знает, что такое бренд. Меня слышно? Ой, спасибо Людмила. Бренд это, как вы знаете, не то, что человек думает о себе, а как со стороны на него смотрят. И как, значит, как о нем говорят. Вот. Ну, давайте немножко окунимся, как бы, в историю. Вот бренда людей. Альберт Эйнштейн, мы знаем, что он ученый. Образ ученого. Это его бренд. Марилин Монро. Сексуальная привлекательность. А Сталин. Авторитаризм. Это выдающийся политик-революционер. Ну, это вот такой бренд. Людей, которые вот известные, да. А люди, которые, ну, обычные люди. Вот, например, учитель. Когда учитель хороший, доброжелательный, уважает своих учеников. Я прямо говорю, что уважает. Это очень хорошая черта. Дети к нему тянутся. И о таком учителе говорят, что очень хороший учитель. Да. А если у учителя есть такие грубые, да, жестокие, строгие училища, тогда и дети к ним не очень. И о таком учителе говорят, что, ну, плохой учитель, да. Так же вот, это профессиональный бренд. Так же вот врач, например. А некоторые говорят, вот этот врач от Бога. К такому врачу и люди идут, и консультируются у него. Им приятно просто прийти к нему на прием. А если врач такой невнимательный, куда-то торопится все ему и грубоватый. К такому врачу не хотим идти. Теперь вот еще хочу поговорить о домохозяйке. Это тоже бренд. Как о некоторых домохозяях говорят, что у этой домохозяйки все в руках горит, да. У нее и дома все опрятно, все аккуратно. Дом полная чаша, и дети у нее нормальные все. И все она спивает везде. А другая домохозяйка неряшливая. Значит, детьми не очень лазит. Вот. А такой, говорят, плохая домохозяйка. Еще есть такие домохозяйки, которые еще ведут активный образ жизни. То есть они еще ведут какую-то общественную работу. Вот о таких домохозяйках и говорят, что это очень отличная хозяйка. Хорошая мама, например. Ну, для ребенка эта мама всегда хорошая. Для каждого ребенка. Но обычно мама, которая любит своего ребенка, внимательно к нему гуляет с ним. Занимается с ним. Ходит на какие-то мероприятия. То о такой момент говорят хорошая. А другая мама, например, ну, внимательная к ребенку. Ребенок неопрятный у нее. Есть такие мамы. То о такой говорят, что это плохая мама. И вот просто хороший человек. Очень хороший человек. А вы сами все знаете, что где-то в магазине или где-то в транспорте встречаются люди, с которыми тянет, с которыми хочет пообщаться. Что-то спросите. Что человек тебе ответит с душой нормально, да? И к такому человеку люди тянутся. А вот такого человека вы встречали? Поставьте плюсики. Кто встречал такого человека? Да, вот когда такой человек, вот смотрите, у него какое лицо вот некрасивое, прямо вот весь он такой угрюмый. А, значит, он действительно некрасивый, угрюмый, недоволен всю жизнь чем-то, борчит постоянно. Вот к такому человеку и подходить не охота. Ну, это мы как бы, значит, узнали с вами, что такое бренд. А вот как можно продвигать свой бренд при помощи видео на ютубе, сейчас я вам расскажу. Ну, во-первых, можно при помощи обучающих видео. То есть вы какие-то обучающие ролики выпускаете на своем видеоканале. И с помощью этих видео можно продвигать, значит, себя и свой ютуб канал. Вот обычно лучше всего снимать живое видео. Например, вы любите выращивать цветы. Вы можете снять видео в своем участке, да, какие у вас там цветы, почему они у вас такие вот красивые, пышно цветут, что вы делаете, как вы удобряете. Вот это вы можете тоже снять вот такое видео, да. Или, например, вы занимаетесь кулинарией, умеете сервировать стол красиво, тоже можете снять такое же видео. Или занимаетесь каким-то вышиванием, там, рукоделием. Тоже, значит, можно снять живое видео. То есть оно такое видео, наоборот, значит, привлекает много подписчиков к нам на канал. У вас обязательно будут вопросы по этим видео, потому что многие интересуются особенно рецептами. Вот. Так что вы можете вот так же продвинуть себя. Видеопрезентация себя. Знаете, лучше всего снимать видео с открытой камерой. И не прятать себя. Конечно, я понимаю, что это страшно. Это первый раз вообще боишься, да, камеру открыть. Потому что я сама такое уже пережила. Были у меня такие страхи. Вот. Лучше всего снимать, конечно, себя. То есть вы контактируете со своим подписчиком, вот, ну, как бы напрямую, да. И вот я поэтому вам вот такое советую. Например, вы занимаетесь такими-то услугами по интернету. Вы хороший фотограф, да. Вы делаете там отличные фотографии. Вы можете свои услуги предлагать. Вы можете, занимаетесь недвижимостью продажей, пожалуйста. Юридические услуги тоже можно продвигать. Вы продвигаете и себя, и те, и то, чем вы занимаетесь. Продукты. Ну, сейчас многие работают в компаниях, да, и есть там продукция, и вы продвигаете продукцию. Вот эти вот картинки, там слайды, очень плохо, как бы, продвигаются, да. А если вы можете снять видео о том, что вот какая-то продукция, да, вот вы ее начали применять, и вы получили вот такой результат там хороший, вот это вы тоже можете снять. Вот поставьте, пожалуйста, плюсики, кто работает в компании с продуктами. Продукции. Меня слышно? А, вот, спасибо. Вот так вот продукцию продвигать лучше. Когда вы будете рассказывать, что вот такая продукция хорошая, слайды показывать. А когда вы покажете, что вы получили какой-то результат, то это уже будет плюс вам. Живое видео из своей личной жизни. Вы, например, любите путешествовать. Снимайте себя, когда вы путешествуете. А также вот с семьей отдыхаете, да. Тоже можно снимать видео на рыбалке где-то, на даче. Вот, просто вот свою личную жизнь. А у вас тоже будет больше подписчиков тогда. Вот люди любят смотреть видео действительно живое. Не с картинками, а живое видео. И тогда вы продвигаете свой бренд. У вас продвигается. И ваш ютуб канал. У вас, значит, много подписчиков и много просмотров будет. Войти в доверие подписчиков. То есть, чтобы вам люди доверяли. Я считаю, будьте правдивыми и честными не только перед другими людьми, но и даже перед самим собой. Вы можете даже сделать, снять свою историю. Вот, как вы пришли в интернет, например. Ну, у каждого своя история. Ведь каждый по-своему переживает. Кто-то пришел в интернет и быстро там за два-три месяца уже начал зарабатывать. Кто-то наоборот. Вот это тоже будет интересно для подписчиков. И у вас будут клиенты, конечно. Вот, что важно еще, чтобы продвинуть свой бренд. Всегда рассказывайте на канале о своих результатах. Пусть даже маленький. Какой-то вы маленький шажок к успеху сделали. Расскажите о нем. Ну, две-три минуты. Снимите видео и расскажите об этом. Услышал? То есть, вы что-то услышали, сделали, получили результат. Поделитесь с другими. А если вы, значит, занимаетесь здоровьем, а кто выбрал тему здоровья? Поставьте, пожалуйста, плюсики. Вот, кто занимается этой темой, мне нравится эта тема здоровья. Очень обширная тема. Поставьте, пожалуйста, плюсики, кто занимается, выбрал мышью для себя здоровья. Плюсики поставьте. Да, спасибо. Вот, смотрите. Вы, например, для себя нашли какое-то вот такое питание сбалансированное. Значит, начали худеть. То же самое. Вы, значит, должны показать результат. Не просто рассказать, что вот так питайся, вот это кушай, вот это не кушай. А вот именно результат. До и после. Вот, например, вы вот такая, да, были. Или там, если мужчина такой, да. А потом скинули килограмм, сколько там килограмм. Вы это сами достигли, вот эту цель, да. Сами все это. Это же ваш результат. Как он вам даст этот результат. Легко или тяжело. Вот это все можно тоже делиться в видео. Делать периодические видео отчеты по вопросам своих подписчиков. Я вот и вчера говорила, что многие, работая на своем канале, пишут людям комментарии, задают вопросы, а владелец канала не видит или не хочет с ними, значит, работать. А надо, чтобы вот именно обязательно отвечать на вопросы. Например, за неделю собрали вопросы какие там и сделали видео отчет. То есть ответили на все эти вопросы. Вот тогда действительно у вас, к вам будет доверие подписчиков. Ваша целевая аудитория вам будет доверять. Снимите интервью с известными личностями. Конечно, это не каждый сможет. Но все равно, если вам выпадет такая честь, я вот мечтаю снять интервью с известной личностью, но пока у меня еще не получается. Если вот вам выпадет такая честь, то обязательно снимите интервью и выложите. Это тоже ваш бренд. Тоже повесятся, повесятся ваши, значит, подписчики. И просмотры на канале будут, продвижение будет. Ну, если не сможете, значит, так, можно интервью в скайпе снять. Допустим, вам знакома какая-то личность, для вас она интересна. Вы, например, проходите обучение, тренинги у этого человека, да? Вы можете с ним договориться и коротенько интервью в скайпе записать. Можно так сделать. Вы занимаетесь, если тренингами занимаетесь продвижением, ой, обучением, то тогда вы можете также, вот если у вас есть уже положительные отзывы от ваших клиентов, от ваших учеников, вы тоже и всегда снимаете на видео, чтобы, значит, ваша целевая аудитория видела, что вы человек активный, что у вас есть клиенты, есть ученики, которые уже получили хороший результат. Вот я хочу сказать, вы помните, чтобы быть интересным и продвигать свой бренд, вот многие говорят, что выбери какую-то вот одну сферу и продвигай ее. Я не знаю, может я не права, но мне кажется, что-то одно продвигать, это тоже будет каналом неинтересным, например, продвигать одно обучение. Я думаю, что надо продвигать и обучение, то есть только все это делать. Да, скучно, Наталья, да, скучно будет, скучный канал. В одном плейлисте, как я вот вам рассказывала, что по каждой тематике должен быть свой плейлист. Развлечения, вот ваше развлечение, то есть, если вы любите делать слайд-шоу, там, например, да, какие-то музыкальные открытки, видео там, обязательно тоже их тоже надо продвигать. Если вы умеете, почему бы вам не показать, на что вы способны, какие вы умеете делать ролики, обязательно это тоже надо продвигать. И у вас будут также подписчики, которым вот это все нравится, и вот третье, это результаты и отзывы. То есть, вы свои результаты выкладываете и отзывы ваших, значит, ваших подписчиков, ваших клиентов, учеников. Вот это тоже, вот я думаю, вот так вот надо, чтобы было и обучающие, да, материалы на вашем видеоканале, а также развлекательные, и вот результаты, которые вы получаете и которые получают ваши ученики. видеомаркетинг, да, это самый мощный инструмент для продвижения своего бренда. Поэтому я и призываю вас вести свой YouTube канал, работать минимум регулярно, и вы от этого действительно получите результат. Я тоже в начале не понимала, значит, ну, был, да был канал. А когда я стала продвигать канал, у меня и подписчики появились, и просмотры появились. В общем, канал начал продвигаться. И что напоследок, я хочу сказать вам, что я 25 октября провожу бесплатный тренинг, приглашаю вас на тренинг, на тренинг. У меня, значит, есть свой скайп-чат, там у меня вся информация и поддержка. Так, Наталья пишет, нужно научиться срочно, а то сделай, стоит он у меня сиротинка. Да, вот и у меня тоже так же был сиротинка, а потом я это, ну, мне там еще один человечек так это подсказала, ты что там канал не продвигаешь, а то времени нету, да, а то еще что-нибудь. Ну, значит, будем учиться, вот, на бесплатном тренинге. Так, я сейчас вам дам скайп-чат, и вы ко мне добавитесь, и у кого есть, значит, желание, то, пожалуйста, приходите на учебу. сейчас я скопирую. Так, это я убираю. Сейчас, минуточку. Ставить. Вот ссылка на скайп-чат. Так, шапка плохо вышла. Наталья, будем учиться шапку делать в программе. Я все покажу по шагам. Какую можно шапку сделать. Все покажу, расскажу. Ну, поставьте плюсики на короткий вебинар. Кому понравился вебинар. Так, а я уже там в скайпе, и на какое количество рассчитан тренинг. Людмила, на какое количество людей? Ну, я думаю, много людей не будет. Угу. А, по времени, Людмила, давайте мы по времени потом в скайп-чате договоримся, потому что у меня тоже вот уверенно... Я знаю, что вы там москвичи, да, около Москвы у нас разница 5 часов, и мне вот поздно проводить очень сложно. И вечером у меня все мои домочадцы думают. Ну, посмотрим, мы договоримся о времени. Ну, вот и все, весь мой вебинар. Большое вам спасибо. Спасибо за внимание. Так, не получается. Хорошо, Наталья, я заведу тебя. Угу. Я заведу тебя сама. Еще раз спасибо за внимание, за поддержку. Угу. Угу. Спасибо, всего доброго. До свидания. Угу. Угу.